Закон о возврате государству незаконно приобретенных активов позволит не только восстановить справедливость, но и вернуть доверие к государственной системе, считает депутат-мажелисы парламента страны Айдос Сарым. Прежде чем принять его, была проделана большая работа, изучен опыт в Великобритании, США, Германии, Канаде, Австралии и других стран. Как известно, возврат активов сложный и длительный процесс, а новый закон упрощает его, говорит депутат. К примеру, он позволяет применить такой механизм, как гражданская конфискация, которая не ограничена сроками исковой давности и сроками давности привлечения к уголовной ответственности. Это эффективный способ возврата незаконно приобретенных активов, уверен Айдос Сарым. Достаточно новый, экстраординарный закон для экстраординарного времени, я бы так сказал. Потому что прецедентов на самом деле даже на нашем постсоветском пространстве таких очень мало. Самое главное, я думаю, что он позволит начать восстанавливать справедливость, начать восстанавливать правильный, полноценный диалог между обществом и властью, вернуть доверие к государству, вернуть доверие вообще к системе. У нас же тоже очень много такого негативизма, когда уже априори говорят, да ну это невозможно, да в Казахстане невозможно заниматься бизнесом, в Казахстане невозможно это, пятое, десятое. Я думаю, что возврат этих активов, которые пойдет, вот эта вся системная работа, в целом вектор этой работы, он будет снимать вот эти недовольства, вот это недоверие. Это, наверное, ключевое.